Девушки отдыхают Мы, конечно, возлагали большие надежды на это заявление, что спортивная наука наконец-то получит должное финансирование. Но в 2012-2013 годах, несмотря на завершающий этап олимпийского цикла, на научно-медицинское обеспечение сборных команд средств не было выделено. Казахстанские чиновники от спорта, сидя в кабинетах и отращивая животы, не сочли нужным вкладывать средства в эту отрасль. Надеюсь, на русский авось они уверены, в спорте науки нет. Ведь ни один спортсмен перед играми в Сочи так и не прошел углубленное исследование, которое бы показало его потенциал. А все потому, что НИИ физкультуры и спорта должен был появиться в республике больше 10 лет назад. Кстати, наличие такого института – обязательное условие для проведения универсиады 2017. Для его создания миллионы не нужны. По завершении международной выставки Экспо в том же году останется достаточно площадок. Вопрос в другом – захотят ли чиновники отдать помещение под науку? Ведь она, как известно, дохода не приносит. В отличие, например, от торговых центров. Яркий тому пример – прошедшая Азиада. Аренда построенных тогда объектов теперь спортсменам не по карману. Мы понастроили там и то, и другое, но все это недоступно. Трамплин, например, аренда 10 миллионов в день тенге стоит. Аренда, допустим, Балуан Шулака – 12 миллионов тенге в день. Ну, кто такие деньги возьмет, найдет? Вот поэтому надо все это для государства делать. Где готовить будущих призеров и олимпийцев – главный вопрос Национального спорткомитета. Назарбаев лишь сотрясает воздух, требуя результатов и достижений. А денежные вливания, между тем, происходят совсем в иные области, подпитывающие клановый карман.